Школа Дмитрия Лео. Первые шаги крестьянина. Урок первый. Начало новой жизни. Теперь вы приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Вы были рождены снова, рождены от Бога. Время греха ушло, Божий мир царствует в вашем сердце. Радость божественного прощения, а также вечная жизнь ваша. Так как теперь ваше имя записано в книге жизни Агнца, вы больше не подвергаетесь осуждению, но оправданы верой в Христа. Теперь, когда вы родились свыше, родились от Духа, Бог стал вашим Отцом, и все дети Божьи по всему миру стали вашими братьями и сестрами во Христе. Все отношения с дьяволом были разорваны. Его власть над вами разрушена силой воскресшего Господа. Вы искуплены бесконечной ценой, драгоценной кровью Иисуса Христа, и теперь вы принадлежите Богу и стали Его ценным владением. Все божественные обетования принадлежат вам во Христе. Вы наследник Бога и сонаследник со Христом. Римлянам 8.17. Теперь вы действительно начали жить. Все это произошло после вашего принятия Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа. Однако, когда был сделан этот шаг веры и послушания, дьявол пробудился. Он ваш объявленный враг. И из-за того, что Христос разбил цепи греха, которые держали вас в его плену, вы можете ожидать, что Он сделает грубый ход по отношению к вам. Позвольте мне рассказать вам несколько вещей, направленных на то, чтобы сгладить грубые моменты и помочь вам идти по тому новому и живому пути. Могут прийти сомнения. Сатана может попытаться заставить вас усомниться в вашем обращении. Он может сказать вам, что вы всего лишь думаете, что спасены, или что вы не чувствуете себя как-то по-другому, чем раньше, и поэтому в вашем сердце не произошло никаких изменений. Если это будет происходить, смотрите на Хреста для любой защиты, необходимой для отражения огненных стрел врага. Вы также должны знать, что Бог сказал в Своем Слове, потому что использование Библии очень полезно в сопротивлении врагу вашей души. Иисус цитировал Писание, когда был искушаем дьяволом. Помните, что дьявол – лжец. Так сказал Иисус, Иоанна 8, 44. Итак, когда враг приходит с тревожными мыслями, не обращайте на него никакого внимания. У вас нет причин сомневаться в своем обращении. Библия говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам 10, 13. Вы призвали имя Господне, поэтому провозглашайте, заявляйте это Божье обещание. Иисус сказал, «Кто приходит ко мне, того я никогда не прогоню». Иоанна 6, 37. «Вы пришли к Иисусу, и так как Он не прогнал вас, то Он определенно вас принял». Слово Божье объявляет, что тот, кто исповедует и оставляет свои грехи, будет помилован. Притча 28, 13. Опять же, если мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. 1 Иоанна 1, 9. Бог говорит, что если вы признаетесь, Он простит и очистит вас. Ведь Иисус всегда говорит правду. Спасение – это вопрос веры, а не чувств. Даже если вы не чувствуете себя как-то иначе, после того, как посвятили свое сердце Господу, полагайтесь на Божье Слово. Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть в стать детьми Божьими. Иоанна 1, 12. Ваши чувства могут изменяться, но Божье Слово неизменно. Никогда не размышляйте о возвращении назад. Если противник вашей души не сможет заставить вас усомниться в вашем спасении, он попытается отвратить вас от следования за Христом. Может прийти искушение отказаться от вашей профессии веры и возвратиться назад к нищенским элементам мира. Они придут к вам в разных формах, через ваши глаза, уши, чувство вкуса, обоняние и осязание. Ваши бывшие мирские друзья могут пригласить вас присоединиться к их компаниям и повеселиться. Но позвольте мне призвать вас не помещать себя в такую позицию, в которой вы были бы склонны к смущению. Гнушайте злых компаний, которые будут тянуть вас вниз. Лучше ищите собрание верующих, чье общение будет иметь тенденцию укреплять вас в вашем новом христианском опыте. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела» Ефесянам 5.11. «Поэтому выйдите из среды их и отделитесь», — говорит Господь, — «не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Я буду вашим отцом, а вы будете моими сыновьями и дочерями», — говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6.17.18. «Не впрягайтесь под одно эрмо с неверующими. Что общего у праведности с грехом? Что общего у света с тьмой?» 2 Коринфянам 6.14. Это значит, что поскольку свет не имеет ничего общего с тьмой, и поскольку праведность и неправедность не могут быть смешаны, мы не должны иметь тесную связь или близкую дружбу с теми, кто не любит нашего Господа Иисуса Христа и не живет для Него. Божьи люди являются отделенными и святыми людьми. Еще несколько отрывков из Священного Писания не будут здесь лишними. «Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству». Матфея 6.24. «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что все, что есть в этом мире, это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. И это не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно». 1 Иоанна 2.15.17. «О неверные и изменяющие Богу! Разве вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Богу». Якова 4.4. «Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми. Без святости никто не увидит Господа». Евреям 12.14. «Как преодолеть искушение?» Искушение – это еще не грех. Моя дорогая мама говорила, «Мы не можем предотвратить то, что птицы пролетают над нашими головами, но мы можем не позволить им видь гнезда в наших волосах. Это означает, что мы не можем помешать искушениям прийти к нам, но мы можем не позволить им поселиться в наших умах». Предложения совершить зло будут приходить к нам, но не играйте с ними. Если вы это делаете, вы будете готовы уступить. Всегда помните, что если вы не сделаете первый шаг назад к греху, вы никогда не сделаете и второй. «Конечно, у вас будет много битв, но если вы будете серьезно и постоянно взирать на Иисуса для получения силы в час искушения, то Он сделает вас победителем». Римлянам 8.37. «Доблестно сражайся за веру». 1 Тимофея 6.12. «Радуйтесь, потому что ваши имена записаны на небесах, и Христос пребывает в вашем сердце по вере, поскольку Он одержал победу над противником, и вы разделяете его триумф. «Радость, Господи! Ваша сила!» Неемии 8.10. «Вы должны сами считать себя мертвым для греха, но живым для Бога. Суть не в вашей человеческой борьбе или силе, которая бы преобладала над врагом и позволяла вам жить христианской жизнью, но суть в том, чтобы позволить Христу жить Его жизнью в вас. Будьте уверены, что Он способен сохранить то, что вы доверили Ему до того дня». 2 Тимофею 1.12. «Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так, чтобы вы смогли его перенести». 1 Коринфянам 10.13. «Счастлив тот, кто переносит испытание. Когда он выдержит его, то получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его». Иакова 1.12. Спорные моменты. Иногда возникают вопросы спорного характера, и вы будете размышлять над тем, будет ли считаться грехом тот или иной поступок. В этом вопросе будет очень полезным совет матери Джона и Чарльза Уэсли. Она сказала, «Возьмите себе за правило, все, что нарушает мягкость и невинность вашей совести, притупляет ваше чувствование Бога или уменьшает ваше наслаждение от духовных вещей, это является для вас грехом, каким бы невинным оно не было само по себе». Кроме того, хотя некоторые вещи могут казаться безвредными сами по себе, занятие ими будет воровать драгоценное время, которое можно было бы уделить действительно стоящим вещам. Когда вы будете читать Библию и молиться, Бог будет давать вам мудрость, развлечение добра и зла. Здесь стоит обратить внимание на то, что сказал Иисус, объясняя притчу о сеятеле и семени. «Семена, упавшие в терновник, это те люди, которые слышат слово, но со временем повседневные заботы, богатства и удовольствия заглушают их, и плод их не дозревает» Луки 8,14. «Если грех одолевает вас». У Божьего дитя нет ничего общего с грехом. Библия говорит, «Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе». Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. «Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем?» Римлянам 6,11,14,2. «Вы повернулись спиной к плоти, миру и дьяволу. Однако, если в неосторожный момент вы уступите Искусителю, не сдавайтесь в отчаянии, думая, что для вас невозможно жить христианской жизнью. Ничто не доставило бы дьяволу большего удовольствия, чем ваш отказ от всякой надежды или ожидания победоносной жизни. Если вы впали в грех, сразу смиритесь перед Богом, прося Его прощения. Встаньте и идите своим путем, будучи более бдительным и молитвенным, чем когда-либо раньше и продолжайте следить за хитростями противника. Нет никакого смысла останавливаться просто потому, что вы споткнулись и упали. Вот милостивое отношение Бога. Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто-то из вас и согрешит, то помните, что у нас есть праведник Иисус Христос, который свидетельствует перед Отцом. в нашу защиту. 1 Иоанна 2.1 Несоответствие другим На самом деле это плачевно, но тем не менее факт, что иногда те, кто утверждают, что обратились к Богу, поступают не по-христиански. Если вы видите такие несоответствия в жизни каких-либо людей, называющих себя христианами, не позволяйте этому чрезмерно вас беспокоить. Сосредоточьте свой взгляд на Иисусе и молитесь, чтобы Бог помог вам сохранить ваше поведение на уровне с вашими утверждениями. Вы можете видеть лицемеров, но вместо того, чтобы позволить им уменьшить вашу любовь и рвение к Богу и Его Царству, пусть это послужит вам вызовом сделать все возможное, чтобы мир узнал, что хотя и существуют бесполезные подражания христианству, есть и подлинно боящиеся Бога люди, праведные, любящие Христа мужчины и женщины в этом нечестивом и порочном поколении. Ожидайте оппозиции. Теперь, когда Христос пребывает в вашем сердце верой, вы действительно богаты. На самом деле вы – дитя царя. Однако не ожидайте, что все, кого вы будете встречать, будут поздравлять вас с этим шагом веры в послушание Богу, который вы только что сделали. Это правда, что будут и такие люди, которые будут восхищаться вашей позицией и будут рады помочь вам любым возможным способом. Но будут и другие, которые склонны насмехаться над вами из-за вашего отождествления со Христом и Его Церковью. Помните, что теперь вы находитесь на стороне Бога, и Он на вашей стороне, и Христос, Который внутри вас, больше всех врагов, появляющихся на вашем пути. Иисус дал нам это обнадеживающее слово. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. 1 Анна 4,4. Во время нужды Бог даст вам благодать и силу, поэтому с твердостью, но при этом и с любовью вы можете без всяких сомнений быть преданы своему Господу и Учителю и перенести самые страшные преследования, которые могут постичь вас, как христианина. Никогда не бойтесь, не отрицайте своего Господа, будьте верны Ему любой ценой. Лучше устрадать за добрые дела, если на то воля Божья, чем за злые. 1 Петра 3,17. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы благословенны. Это значит, что Дух Славы, Дух Божий, покоится на вас. Главное, чтобы никто из вас не пострадал как убийца или вор, или злодей, или как человек, вмешивающийся в чужие дела. Если же кто-то страдает как христианин, то пусть не стыдится, а прославляет Бога за то, что носит это имя. 1 Петра 4,14,16. Все, кто хочет жить в согласии со своей верой в Иисуса Христа, будут преследуемы. 2 Тимофею, 3,12. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что Царство Небесное принадлежит им. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Матфея 5,10,12.